При Петре I, последний патриарх при нем был, и при нем уже не избирались патриархи, до вот этого самого времени и управлял священный сенот, расширенный коллеги. С 1905 года шла подготовка к этому собору, неоднократно писались письма императору Николаю о том, что необходимо созвать такой собор, необходимо установить патриаршество. И в это время был крестный ход со всей Москвы, все пришли на площадь Ивановскую, которая находится в Придуспенском соборе, и там было совершено молебное пение. Но раньше не так быстро и оперативно жизнь протекала, как сейчас, поэтому в этот день только богослужение было, и собственно, и все завершилось. А открытие собора произошло уже на следующий день, 29 августа, в храме Христа Спасителя, он еще в это время был, разрушен только в 1931 году, Новгородский архиепископ. И в Харьковске Антонио Храповицкий, тоже знаменитые личности, которые вошли. Тогда были еще протопресс-фидеры, которые возглавляют непосредственно военные, да? Вот, например, любимые, и на сегодняшних соборах, когда организуется архиерийский собор, то проводятся общие заседания, потом отделы работают, богословские, капитализации, управление церкви и так далее, и так далее. И все эти отделы выслушивают доклады по темным вопросам и выносят какое-то резюме, в котором доклады же председателя собора. Если это считается нужным, то обсуждается на соборе и принимается решение по тому или иному вопросу. Ну, это, как говорится сразу, да, на самом деле это заседание произошло 11 октября 1917 года, то есть практически вот накануне страшных событий. Председателем отдела был епископ астраханский Митрофан, и он как раз выступил с предложением о том, что необходим вот свой вопрос о становлении патриаршества. Ну, обосновывая свое предложение, епископ Митрофан напомнил о том, что патриаршество стало известным на Руси со временем крещения, подтверждается наличие 34-го апостольского правила, 9-го правила антиепийского собора, где говорится о том, что в каждом народе и в каждой церкви, которая независима, автокепально, должен быть первый епископ. Он может по-разному. Многие говорили о том, что все будет зависеть от личности патриарха, и эта власть может стать тоталитарной, и тогда уже ни собора, ни что не могут помочь управлению церкви. Вот этого единомысла, к сожалению, очень порой не хватает и всем нам, и в нашем государстве, и так далее. А вот если бы это единомысло было, то уже было проще и управлять государством. На бирже, в торговых рядах, на Кузнецком мосту, нет, конечно же, она бьется в Кремле. Но где в Кремле? В окружном суде или в солдатских казармах? Нет. В Успенском соборе. Там у переднего права столпа должна биться русская православная церковь. Орел Петровского на западный образец устроен в самодержаве, выклевал это русское сердце православное, святотатственная рука нечестивого Петра свела первосвятителя российского, сего великого и векового места в Успенском соборе. Поместный собор церкви российской, от Бога данному власти, поставит снова московского патриарха на его законное, неотъемлемое место. Ну вот так сказано, что лучше что-либо сложно сказать. И речь здесь идет о том месте, которое в Успенском соборе были, да, все? Или не были?